Наш завод совсем недавно открылся, но на нём уже работает достаточно-таки много наших людей и производятся постоянно различные машины, которые приносят нам, понятное дело, деньги. И это лишь самое начало, поэтому продолжаем с вами играть в Make More, с вами как обычный кристалл, и мы продолжаем! Ну и тем временем мой завод развился, он уже 16 уровень, и здесь уже реально производятся тачки, которые приносят неплохие мне деньги. Это означает, что сегодня с вами сможем купить ещё новый завод, и при этом надо будет докачать наших сотрудников на первом заводе, так как не хочется их забрасывать, конечно, хочется, чтобы они уже работали по полной программе. И хотя бы одного сотрудника, я думаю, что нам должно хватить, поэтому давайте его попробуем докачать, и да, хватило, смотрите-ка! И в принципе, каждого из них я также могу доделать, приподнять, так, что у нас здесь, у нас здесь бонус на клике. Ну, просто пускаем, пусть идёт, просто стандарт, там я всё равно пока что занят, давайте раскачаем всех остальных сотрудников. А пока, ребята, я этим занимаюсь, если вам нравится Make More, вы хотите увидеть полного его прохождения, то поддержите данный ролик лайком, и мы обязательно с вами пройдём по самый максимум, дойдём максимально далеко, максимально круто всё сделаем. В общем, всё от ваших лайков зависит, насколько вы много пролайкиете, настолько всё интереснее будет. Поэтому давайте наберём более 2000 лайков, если вы хотите продолжение, поэтому лайк обязательно поставь. И я ещё подформил немного денег, мы сейчас с вами собираем кубики-рубики, но самое главное, что у нас уже практически хватает, чтобы догрыть всех ребят до самого максимума. Буквально осталось совсем немного, хватит, не хватает только на самого последнего, но сейчас они быстренько доделают, и у нас тем временем будет ещё 18 уровень, когда они закончат, мы сразу всех работников прокачаем, и уже можно будет переходить на следующую фабрику. И, наконец-таки, получили с вами 18 уровень, теперь у нас уже производятся часы, и самое интересное, что у нас должно хватить на последнего работника, и, по идее, здесь мы уже всех прокачали. Это очень круто, то есть этот завод уже будет приносить нам хорошие деньги. Ну, а теперь настало время открыть следующий завод, поэтому давайте посмотрим, что мы с вами можем открыть. Так, у нас, по-моему, фабрика вторая, вот здесь утратим 500 тысяч, пошло строительство, но я могу сразу его запустить, поэтому давайте посмотрим, что за вторая фабрика у нас открылась, и насколько же она отличается. Ну, здесь у нас клоуны работают, будут производить мороженое, но самое главное, что у нас деньжата есть, поэтому можем развиваться достаточно шустро с вами, господи. Так, окей, сейчас возьмём себе Ральфа, или же Зомби Мэтта, или вообще всех разберём, понятное дело. Ну, самый крутой здесь Ральф, он будет самый первый у нас, берём его к себе. Так, следующий кто у нас будет, это будет у нас, будет у нас, будет у нас, даже не знаю кто. Так, по-моему, Зомби самый высокий по рейтингу, поэтому давайте его возьмём, ещё кого можем себе позволить. Так, по-моему, Мисс Вампир неплохо подходит, и вроде как все остальные по одинаковым статам, поэтому, в принципе, без разницы, кого взять. Давайте Мисс Вампир наймём к себе, это очень странно, конечно, что она работает на фабрике сладостей каких-то, да, ну, нормально, нормально, цирк у нас всё-таки получается, да, так что всё окей, всё идёт по плану. Так, и вот наши новые сотрудники получают с прибыли, и давайте производить им мороженки, судя по всему. Так, а чё мороженки и сколько денег приносит, я тебе говорю, у меня немножечко экран слетел, сейчас поправлю. Ну, по сравнению с моим первым заводом, этот приносит, конечно, копейки, можно сказать, но это лишь в самом начале, потом, конечно, он будет приносить всё больше и больше и больше и больше. Ну, пока что нас интересует наш первый завод, потому что там у меня гораздо больше множителей идёт, и в самый первый завод я больше вливаюсь, и также его сильнее раскачиваю, поэтому первый завод меня больше интересует, если говоря, бонус А, то есть отличается тут бонус, и там бонус, они отличаются. Так, бонус скорости, ну, давайте, в принципе, ускорим, пускай они здесь произведут целую кучу товара, и также надо столы им нормальные сразу купить, чтобы вмещалось целая тонна вещей, тем более, что они производятся очень быстро сейчас, значит, очень быстро можно будет набить ещё несколько себе уровней. Ну, выглядит забавно, звёздочки такие крафтят, это прикольно. Так, и сколько уровней мы на этот раз получим? Ну, думаю, что довольно прилично. Так, опа, хотя нет, на самом деле так много предметов. Так, окей, тогда на первый завод... А, то есть пока идёт бонус, я не могу на первый завод вернуться. Ладно, сейчас с этим тогда будем разбираться, сейчас они доделают уже предметы, и мы посмотрим, во что это выльется по итогу. Ну, в общем-то, до леденцов их прокачал, и совсем немножко осталось того, чтобы ещё один уровень открыть, поэтому быстренько они производят. У нас пятый уровень, кубики, рубики идут делать. Кстати говоря, я к большому боссу так и не наведался, ему нужно будет набрать 100 кубков, чтобы по итогу мы, по-моему, сброс смогли сделать, или что-то типа того, чтобы открылось что-то новенькое. Кстати, у нас бонусная работа есть, дадут 2 бакса, но я потом это выполню, сейчас мне это не нужно, зато он сочинит, и некоторые выполнились, давайте их соберём. И, кстати говоря, роботов приобретено, я не помню когда, то ли надо фабрику закончить полностью, то ли что-то типа того, и я смогу потом покупать роботов. А роботы, насколько я помню, наиболее эффективные, может быть, не нужно просто закончить здесь раскачку фабрики самой первой, и тогда откроются роботы, возможно, я не сильно уверен, но было бы прикольно, поэтому сейчас они поработают, заодно их денег надо будет нафармить гораздо больше, так что пускай вкалывают конкретно так. Ну и тем временем я уже купил нашим ребятам крутые столы, и также мы 19 уровень получили, теперь мы делаем медали, которые приносят очень много денег, а я прямо на эти медальки рассчитываю, и также надо заглянуть на второй завод, потому что всё это время я даже туда не заглядывал, там наверняка уже полные столы, а я про это что-то забыл совсем, пока здесь пытался прокачаться. Кстати, столы теперь умещают до 400 объектов, поэтому если я отойду куда-нибудь в ВАВК, то они здесь прямо сделают всё круто, по идее, потому что здесь будет очень много предметов лежать. Так, новый бонус на клики, не, не хочу я его сейчас активировать, потому что мне не до этого, хотя, конечно, бонус крутой сам по себе, можно, конечно, его потратить, ну ладно, 10 секунд можно покликать, в принципе. Почему бы и нет, давай, ну всё уже, в принципе, он быстро заканчивается. Так, что у нас здесь, здесь уже все спят, конечно, нужно будить их как-никак, а то работа стоит, как бы, они здесь засыпают, им скучно, все дела. Так, надо столы раскачать посильнее, я им думаю, так, где-нибудь на 80 предметов нормально, наверное, будет, да? А, пускай будет на 80, пока что слишком много денег не хочется тратить, не вот эти, с этими ребятами бы хотелось закончить, но нужно столы им вообще-то самым максимум докачать. Но это будет дорого-дорого, конечно, там потребуются прям миллионы-миллионы. Кстати, сколько стоит третья фабрика? Ну, третья фабрика не так дорого стоит, мы её, по идее, можем себе позволить. Бонус скорости пошёл, ну, пускай работают тогда под ускорением, мне, в принципе, даже их пинать не надо, если на них такой ускоритель работает. Так, множитель денег вроде не надо, монетный дождь какой-то ещё есть, но я его не могу активировать. Вот если две фабрики мы заполним, то будет автокликер какой-то, это звучит довольно интересно, но я пока что ещё до тут дойти не могу, поэтому как-нибудь попозже, видимо, придём-то к тому. И, скорее всего, на второй фабрике как раз-таки будут открыты роботы, которые работают гораздо круче, чем основные наши простые ребята, поэтому хотелось бы их в будущем открыть, конечно. Так, а чё у нас? А, да, пока здесь идёт бонус, я не могу перепрыгивать с фабрики на фабрику, это немножечко напрягает, на самом деле, что так нельзя делать, но, в принципе, понятно, почему. Так, и тем временем надо хотя бы, блин, 20 уровень фабрики, по-моему, это максимальный уровень, если я не ошибаюсь, хотя, может быть, можно и дальше развивать, или 25 уровень. Раньше, по крайней мере, так было, но я давно не играл, здесь уже обновление выходило, поэтому, возможно, что-то здесь изменилось. Ну, сейчас в любом случае они закончат работу, я получу свой 20 уровень, там будут крафтиться следующие какие-то ништяки. Так, а сейчас мы с вами получим кругленькую сумму в размере 200 тысяч. По-моему, неплохо, тем более, что эти деньги как раз-таки можно потратить на новых работников для второго завода, как-никак. Так, вот этого дядюшку, анкл какого-то нанимаем. Так, и оставшиеся это у нас вот эти, Амара, какой-то там чувак в каске ещё, это Тимми. И последний у нас остаётся кто? Ну, в принципе, тут без разницы кого брать, кто больше понравится. Давайте Зою возьмём, аватара местного. Так, и полностью здесь у нас уже все собраны, получается. Можно игрой дынуть немножко даже всех. Так, что за бонус? Бонус у нас на монеты. Хммм, довольно интересно. Допустим, сейчас попробуем реализовать его. Хотя, стоп, а, ну для прокачки ради, в принципе, бонус неплохой. Сейчас его попробуем реализовать. Ну и вот такую вот кучу барахла у них получилось наклепать. Давайте продадим и посмотрим сразу седьмой уровень получаем с вами и производим теперь зонтики. Денег, правда, конечно, немного получаем теперь, потому что Х5 бонус упал, но всё равно теперь хотя бы фабрика прокачалась. Ребята вроде не спят и можно даже немножечко денег вложить в наших текущих ребят, чтобы поработали им пошустрее. Так, эти всего пару медалек произвели за всё время, но потому что здесь очень сложные проекты сами по себе, поэтому они довольно-таки долго здесь всё создают. Но денег они приносят здесь, конечно, очень много, поэтому это важно, хоть они и медленно делают, но денег они приносят очень-очень даже солидно. Вот если бы здесь попал множитель на монеты... Так, вот это сейчас интересно. Сейчас можно прямо офигеть, насколько большую сумму получить за целую минуту. Сейчас попробуем, посмотрим, что у нас тогда получится. Ну, под Х40 множителем они умудрились сделать нам сколько денег. Я не успел даже посмотреть, сколько мы получили. Офигеть, какая сумма. Кстати, 20 уровень действительно был максимальный, и нам дали какой-то даймонд, судя по всему, или то, что я закончил с этой фабрикой. И, по идее, здесь мы уже со всеми ребятами разобрались. Стоит теперь прокачивать другую фабрику, потому что на этой уже практически делать нам нечего. Производят они уже что-то. А что они вообще производят, с этой игре? А, алмазы делают. Это офигенно, конечно, офигенно. Так, ну тогда тем временем можно заняться другой нашей фабрикой, на которой у нас также куча различных работяг, которых сейчас могу прокачать достаточно шустро, потому что я получил прямо огромную сумму денег, и могу сразу же все эти деньги потратить на реализацию этих ребят, чтобы они стали гораздо круче. Может быть, даже до максималочки получится их прогридить. Не, на максималочку не хватит, все равно слишком дорогие эти. Товарищи, второй завод все же дороже идет, поэтому так гораздо он сложнее у нас как-никак получается. Но второй завод мы тоже можем развить до уровня, чтобы он прям приносил огромные нам деньги. Потом так, ага, какой-то бонус пролетел, и бонус на клики идет. Ну ладно, давайте покликаем пошустрее. 30 секунд придется мне фигачить на огромной скорости, стараться. Но это того стоит как-никак, тогда с вами получим очень даже солидный левел, и денег немножечко даже. Хотя денег здесь особо не получаем, и потому что это все же как-никак слабая фабрика, здесь денег много не дают. Там целый косарь идет за один алмаз, а здесь за каждый зонтик по 28 без множителей конкретно. Поэтому здесь такое себе скучно получается в плане заработка. Но это временно. Так, восьмой уровень, теперь мы с вами шарики крафтим, судя по всему, какие-то. Так, ну шарики, это святое, конечно, да, по 39 монеток. Ну это, наверное, нос для клоунов, как мне кажется. Хотя я не уверен, на самом деле, что это такое. Можно писать в комментариях, шарики это или нос для клоуна. А тем временем, ребята, если данный ролик вам нравится, вы захотите продолжение, видеть, что же будет еще, как мы сильно разовьем завод, то давайте наберем 2000 лайков, я вижу, что вам это нравится, и на следующий день уже выпущу новую серию. Если наберется 5000 лайков, то я могу устроить мини-марафон по этой игре, но это уже зависит от того, насколько вам интересно. Если 5000 лайков наберете, то я обязательно его сделаю. С вами был Кристалл, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!